Привет друзья, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали. У растений, как и у людей, также есть свои особенности, иначе как объяснить, что у одних они растут шикарно, а у других не могут приняться совсем. Вот какое растение подходит вам лучше всего по знаку зодиака. Водолей. Эпипремнум. Альтруистический водолей может найти много общего с красивым очищающим воздух эпипремнумом. Это растение хочет сделать мир лучше, как и водолей. Эпипремнум насчитывает несколько видов лиан. Некоторые из них высокие, длиной до 40 метров, другие маленькие, около 15 метров. Ведут полуэпифитный образ жизни, то есть могут расти как на стволах деревьев, так и на земле. По этой причине растение достаточно быстро оккультурилось. Лиана не имеет цветка, вернее в природных условиях цветы появляются, но в доме этого невозможно добиться. При этом отсутствие цветка с легкостью компенсируется шикарной и яркой листвой. Листы имеют сердцевидную форму. Иногда некоторые прожилки в середине листа разрываются, создавая в листе пустоты. Корневая система мочковатая. На стеблях часто можно увидеть корни, которые со временем одеревенеют. Рыбы. Замиокулькас. Всепрощающие рыбы найдут общий язык с этим растением. Оно может выдержать много времени без воды. Овен. Суккуленты. Овен известен своей простотой и жестокостью, и ему идеально подойдут суккуленты, которые очень неприхотливы в уходе. Телец. Фикус. Телец любит много работать, поэтому только им удастся позаботиться о капризном фикусе. Близнецы. Филодендрон. Близнецы могут адаптироваться практически к любой ситуации, как и филодендрон. Это растение может приспособиться практически к любому освещению и поливу. Рак. Денежное дерево. Многие считают, что это растение может принести процветание в дом. С ним связывают много традиций, что подходит сентиментальным ракам. Лев. Бромелия. Эти уникальные растения популярны своими яркими цветами и экзотикой. Мимо них невозможно пройти, как и мимо харизматичных львов. Дева. Каучуковое дерево. Девы, они из самых ответственных людей, которых вы когда-либо встречали. Каучуковое дерево подойдет им лучше всего. Весы. Монстера. Весы любят искусство и все прекрасное, что делает монстеру наилучшим растением для них. Оно имеет уникальную дизайнерскую ценность, которую смогут оценить только весы. Скорпион. Драцена. Скорпионы ценят честность и подлинность превыше всего. И драцена идеально подходит для них именно за эту черту. Стрелец. Алаказия. Стрельцы полны страсти к путешествиям и любят пробовать новые вещи. Экзотическая алаказия идеально подходит по двум причинам. Это экзотическое и очень редкое растение. Козерог. Бонсай. Традиционные козероги невероятно дисциплинированы. Искусство бонсай следует различным принципам и требует дисциплины. Кому, как не козерогам, заняться этим. А какое растение есть у вас в доме? Напишите нам в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, сайт Астроумно. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.